Четыре команды, десятки сложнейших вопросов и всего один кубок зимнего сезона. Именно за него схлестнулись игроки из сильнейших команд корпоративной интеллектуальной лиги Владивостока. Сегодня нас ожидают очень интересная и, что самое главное, очень жесткая игра. До финала дошли только четыре команды, но эти четыре команды зададут сегодня жару. Несмотря на соревновательный дух и жесткую конкуренцию, цели у организаторов лиги куда более альтруистичные. Цель этой игры состоит в том, чтобы люди лучше узнали друг друга. То есть те люди, которые на работе регулярно встречаются, которые могут быть в разных отделах, но лично не знакомы. Здесь на игре они общаются, они узнают друг друга лучше, они учатся взаимодействовать. Эта игра – финал сезона. И здесь собрались лучшие из лучших. Дальзавод, Монастырев, Доброфлот. Ну а наша съемочная группа наблюдала игру изнутри, сыграв в составе фаворитов прошлого года команды «Бизнес Кейс». Ее капитан не применул поделиться ожиданиями от грядущей схватки умов. Вот, в общем, заканчивается зимний сезон, и у нашей команды есть отличный шанс победить. Мы его сегодня используем. По сигналу все команды буквально становятся воплощением внимания и следят за каждым словом и жестом ведущего. Первый этап называется «Матрица». Здесь вопросы распределены не только по категориям, но и по цене. Если ошибаешься, будь готов расстаться с очками, которые заработал с таким трудом. Главная сложность «Матрицы» в том, что у команды отнимается ровно то количество баллов, которое указано в категории. Поэтому, ответив на вопрос «За 40», вы можете не потерять свой балл. В перерыве оглашение результатов. Сейчас лидирует бизнес-кейс, набрав 250 баллов. Чуть позади дальзавод со своими двумя сотнями. Ну а замыкает таблицу монастырев с доброфлотом. Они заработали в «Матрице» по 90 и 80 баллов. Но расслабляться вовсе не стоит. Впереди настоящие вопросы, над которыми приходится буквально ломать голову. Основатели лиги отмечают, что искусство находить правильные ответы – это не только личный багаж знаний участников, но и командная работа, а также немалая доля самообладания. Когда вопрос кажется тебе слишком простым, у тебя могут сдать нервы, ты подумаешь, что такого простого ответа быть не может. И начнешь искать сложный и совершенно зря. Вот в этой ситуации нужно как раз сохранить хладнокровие и рассуждать очень серьезно, вдумываясь в каждый момент. Когда вопросы ведущего иссякли, а горячее обсуждение знатоков из команд корпоративной лиги сошли на нет, организаторы огласили результаты. По итогам Кубок зимнего сезона забрала команда Монастырева, сместив с пьедестала бизнес-кейс. Тот, в свою очередь, получил серебро. Ну а зимнюю бронзу заслужил Дальзавод. Впрочем, никто из участников команд не возражал против результатов. Ведь конкурентная борьба в интеллектуальной лиге учит не только работать в команде, но и сохранять хладнокровие. Евгений Черемухин, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.